Мелодия знакома каждому, даже тем, кто далек от литературы и классической музыки. Незабвенная музыкальная иллюстрация русского композитора Георгия Свиридова к повести великого Александра Пушкина «Метель». Когда же музыка соединяется с голосом профессионального чтеца, происходит волшебство. Я хочу поблагодарить Александра Ивановича, представить маэстро Лаврухина. Это уникальный опыт, потому что, я вам скажу, такое наследие, настоящее наследие русской культуры, сейчас у него в многих местах сохранилось. То есть, вот непосредственно в Рязани и непосредственно Александр Иванович носитель того культурного кода, вы еще поймете потом, о чем я говорю. Сегодня уже многие говорят о том, что нужно воскрешать нашу культуру. И это не пустые слова, мы видим, к чему приводит в обществе, скажем так, потеря культуры, исторических фактов. И вот, я думаю, что Александр Иванович меня в этом поддерживает. Исполнять классику, великую классику, ответственность даже для профи. Дух эпохи, мистика, присущая автору ирония, все это на сцене случилось. Дай бог освоить «Метель» Пушкина так, как это должно быть, потому что, чем гениальные произведения хороши, что в них нет предела. Это можно развиваться и расти бесконечно. Ну, я скажу лично, вы знаете, я отучился, окончил мастерскую Баталова в ГИК, и оказалось, что мой мастер, я об этом не знал, но он тоже читал «Метель». И я послушал еще накануне своего мастера Баталова, и у нас совпало, то есть, это здорово. Значит, какая-то есть связь, какая-то есть наследственность, какая-то есть преемственность, это очень важно. И посмотрите, у всех счастливые глаза. Репетиция Виталия Гагунского с рязанским оркестром состоялась в день выступления. Артист уже читал «Метель» с оркестром в Твери в начале года. Для оркестрантов музыка тоже хорошо знакома. «Метель» иллюстрации Сверидова, знаете, с какого года, в 200-летии Пушкина, когда было, мы выучили это иллюстрации. И у нас уже в нескольких вариантах. И вот это, наверное, четвертый вариант этой «Метели», но, надо признаться, пожалуй, лично нашему коллективу больше всех импонирует этот вариант. Оркестр с колоссальным опытом. В этом году ему 45. Все эти 45 лет – бессменный художественный руководитель Александр Иванович. Такой опыт с чтением произведения оценили обе стороны – и артисты, и музыканты. А вот полноценный юбилейный концерт оркестра состоится в ноябре. У нас есть примерно 11 тематических программ, которые именно посвятены определенной теме. Ну, допустим, музыка-кино. Или популярная классическая музыка. Или, я помню, с вальса «Звук прелестный». Это вот я вам три темы назвал. Из каждой темы мы будем выбирать какие-то самые, наверное, интересные номера для нас, но, наверное, и для слушателей, и показывать. Вот будет наш типо отчета. Конечно, можно слушать великие произведения в записи или включить аудиокнигу. Но сравнится ли запись с живым звуком и той энергией, что идет со сцены? Уже более часа был он в дороге. Шагрино должно было быть неналеко. Но он ехал-ехал, а поле не было конца. Все с угроба до овраги. Поминутно сани опрокидывались, поминутно он их поднимал. Время шло, Владимир начинал сильно беспокоиться.